Здравствуйте! В эфире удачный сезон на канале ТВК. С вами Сергей Глазинов. Сегодня биолог Липецкого магазина природа Алисия Балышова расширит наше представление о такой овощной культуре, как огурец. Родиной огурца является Средняя Азия. Каким образом огурец попал в Россию до сих пор неизвестно, но очень полюбился и стал отличной закуской. В Московской области в городе Луховец даже ему поставили памятник с надписью «Огурцу кормилицу». И действительно, в России огурец кормилиц. Для кого-то выращивание огурцов стало неплохим бизнесом, а для кого-то засолка в виде огурчиков – это хорошая закуска на зиму. А начнем мы свой рассказ про те огурцы, которые употребляют в свежем виде. По какой-то причине в Липецке практически перестали выращивать салатные огурцы. Все гоняются за тем, чтобы вырастить корнишоны. А в самом деле самыми свежими, самыми ароматными и действительно душистыми огурцами являются салатные огурцы. Действительно, настоящий свежий в течение всего лета будет огурец в Техас. Когда вы этот огурчик сорвете и начнете резать его в салат, вся семья будет знать, что действительно вы готовите по запаху огуречный салат. Огурец в Техас настолько ароматен, что даже если вы его заморозите, после заморозки он будет сохранять свои вкусовые и ароматные качества. Потрите огурец в Техас в квас, и можно сказать, что он утолит жажду и похмелье тот же час. На самом деле огурец – это ложная ягода, и в некоторых странах огурец подают как десерт. Давайте расширим наше представление об огурце. Огурец с фундиями подойдет для приготовления летнего супа. А как его приготовить? Вы найдете рецепт на пакетике с огурцом. Огурец с фундиями. А теперь представляю огурец Наврус. Легкое название, легко запомнить, но зато он, в отличие от других салатных огурцов, содержит большое количество йода. Так что это будет не только вкусно, но еще и полезно. Йод в огурце Наврус в особой форме, в той, которая может усваиваться организмом. Огурчик Наташа содержит 99% воды, причем особенной воды, отфильтрованной. И если вы в течение всего лета будете утолять свою жажду огурчиком Наташа, то будете выглядеть прекрасно. Огурчик Наташа достаточно недорогой по себестоимости, но хорош тем, что может пойти и в консервирование, и в засолку, и может употребляться в свежем виде. Относится он к раннеспелым огурчикам. Не все сорта огурцов подойдут для холодного посола. Чтобы огурцы не были пустыми, следует для холодного посола выращивать огурец Аякс. Огурец Аякс достаточно засухоустойчив. Его можно выращивать в тех условиях, когда у вас недостаточно полива. Поскольку это все-таки влаголюбивая культура, посевы огурцов следует совместить с кукурузой. Сахарная кукуруза имеет особый корень. Он уходит вглубь примерно на метр и способен подтягивать влагу, необходимую огурцу. Высаживать кукурузу и огурцы следует следующим образом. Сначала проводим борозду и высеваем кукурузу. Примерно на расстоянии 50 см мы высаживаем огурцы. Таким образом огурцы будут плестись по кукурузе, а кукуруза будет подтягивать необходимую влагу огурцам. Но не у всех же солнечный участок. А что делать тем, у кого сады старые и очень теневые? Тогда вы подберете огурец теневый носливый, огурец бериндей. Огурец бериндей портенокорпический. Это означает, что он способен мало того, что в тени, так еще завязывать плоды без опылителя. Этот отечественный гибрид может составить сегодня конкуренцию голландскому гибриду Герману. А теперь мы переходим к самым урожайным огурцам. Гибрид пасадена и пасамонта. Огурец пасадена и пасамонта действительно являются кормилицами. Каждое растение способно давать до 15 килограмм. Причем огурцы формируются не по одному в пазухах, а по несколько. После того, как вы собрали огурцы, в пазухах начинают формироваться новые завязи. Гибриды пасадена и пасамонта являются самоопыляемыми. Поэтому они могут выращиваться в открытом грунте и в защищенном. Дальше они могут употребляться в свежем виде, подойдут для консервирования и для засолки. Несмотря на хороший урожай, иногда некоторые огурчики получаются совсем некрасивыми, крючковатыми. В этом стоит винить не сорт, а отсутствие полноценного питания. Если у вас наблюдаются крючковатые огурцы или вздутые, то вам следует подкормить огуречную плантацию калием. А если вы еще подкормите свои огурчики органическим удобрением, ну, например, хотя бы навозом, то для вас они действительно станут кормилицами. Ну, а на сегодня это все. Спасибо за внимание. Удачи вам. Увидимся. Теплицы и парники Агродом Телефон 39 06 05 Телефон 39 06 06 07 07 06 07 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 08 07 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 Продолжение следует...